1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Всем привет, здравствуйте! Меня зовут Газизов Марат, компания Альпарис в Санкт-Петербурге. Продолжаю свой ежедневный обзор финансовых рынков торговли без индикаторов. Ну что ж, наступают праздники, практически рынок достиг всех своих целей, наверное. Календарь экономически рассматривать не будем, потому что все могут сами посмотреть, и значимые события там, в принципе, не отображаются. Единственное то, что 25-го числа в пятницу ведущие страны США, Великобритании, Канады и так далее будут отмечать праздник. Естественно, торговля будет очень слабо наполненная, вялая. Поэтому тут прогнозировать движение цены достаточно сложно. И по поводу новостей тоже говорить о том, что там что-то будет очень серьезное, пока что нет. Ну давайте непосредственно сразу перейдем к теханализу и посмотрим, что там, чем это нам все грозит и что можно в связи с этим сделать. Задавайте вопросы в чате. Да, кстати, хочу сразу сказать. Хочу сразу сказать о том, что по поводу качества звука, в общем-то, это на моей стороне проблема. Это переходник. Надеюсь, что в следующем году эта проблема будет решена. Поэтому звук будет идти по одному каналу. Уж не обессудьте. А теперь непосредственно графиком, да, то, что там мы видим, то, что… Так, ВВП. А чьи ВВП сегодня ожидаем? Сейчас глянем, что за ВВП. Сегодня понедельник. Вернее, извините, сегодня вторник, извините, вторник сегодня, конечно же. Так, ВВП. А, да, точно, не увидел. Ну что ж, тем более это подольет масло в огонь. Это последний, конечно, будет отчет на этой неделе. Собственно говоря, ждут позитивный. Но посмотрим. 16.30. Здесь уже на тонком рынке что-то прогнозируют. Достаточно проблематично. Давайте перейдем непосредственно к графикам. То, что есть. Посмотрим. Да, не увидел ВВП. Спасибо за… Да-да, все. Так, вопросы. Вопросы. Виктор, спасибо за привет из Краснодара. Привет Краснодару. Другу моему, Володе Чугаеву, привет. Краснодаре. Так, Артем. Здравствуйте, Марат. Вчера по сигналу продал функу, пил доллар Канада. Можете прокомментировать. Конечно, прокомментирую. Конечно, прокомментирую. 25 тысяч словно не страшно по евро-доллар, поскольку рынки закроются. Так, Америка. Ну что ж, все, переходим. Посмотрел ваши вопросы. Смотрим, евро-доллар. Евро-доллар четвертую неделю, третью неделю подряд консолидируется. Неделя. Но вот пока что никаких особых сигналов ни вверх, ни вниз здесь пока не отображается. Но здесь есть один момент. Давайте посмотрим еще раз. Значит, момент такой. Если мы воспринимаем данное движение как импульсное движение вниз, этот коррекционный откат, то здесь зарождается импульс вниз. И сигналом тому, что этот импульс продолжится, это недобой на недельном графике верхней границы канала. Вот этого нисходящего канала. Если этого не случится, цена не пробьет предыдущую впадину, мартовскую впадину, и возобновит отсюда рост, то тогда рынка будет восприниматься данное движение как коррекционный откат. Три волны. Первая, вторая, третья волна. И пробитие опорной точки сигнал для возможных даже разворота тенденции наверх. Потому что если вот в этой волне присмотреться к этой волне, мы можем увидеть, в принципе, первую, вторую, третью, четвертую, пятую волну. То есть есть на недельном графике. Единственное, вот месячный график, пока что он говорит за то, что тенденция вниз сохраняется. Первая, вторая, третья волна коррекционно завершилась и в развитии импульсного движения вниз. Но вот недельный график, он противоречит месячному графику. Посмотрим, какой из них окажется важнее. А вот на дневном графике здесь скрывается как раз одна из главных проблем. Заключается она в том, что текущая ситуация, которую мы видим как консолидацию в нисходящем канале вниз, она двоякая. Как я уже говорил, технически здесь есть сигналы для роста. Это отработки модели зигзаг и возобновление роста наверх уже в качестве разворота этой тенденции в обратную сторону наверх. С другой стороны, отработка здесь технической модели зигзагообразной коррекции А, Б, Ц. Но вот пробитие предыдущей впадины не произошло. И сигнал этот актуальным остается. При пробое данного уровня надо искать возможности для продаж постановка стопа выше предыдущего. Но вот если мы посмотрим более внимательно на часовом графике, вот здесь смущает один момент. Все это связано с тем, что данная тенденция наверх пока не завершилась, из-за того, что рынок не смог взять предыдущую впадину вот этим падением. И при этом даже был сформирован канал нисходящим, попытка ускорения тенденции вниз. И здесь рынок все время генерировал сигналы на продажу. Где-то прекрасно отрабатывался сигнал, где-то он не до конца себя реализовал. И вот здесь, посмотрите, пятничные движения наверх, то есть движение вчера, понедельник наверх, пробит нисходящий канал. Причем с формированием трехволновой коррекции, да, или даже пятиволновой коррекции здесь. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая волна. Это очень сильный сигнал на рост. Почему? Потому что рынок не воспользовался данной конструкцией с целью ускорения падения вниз. Этого не произошло. Произошло движение наверх. И плюс еще цена вышла из нисходящего канала. Поэтому здесь есть очень высокая вероятность того, что может быть сегодня-завтра рынок попробует... Ну, это уже будет видно после выхода в ВВП по США сегодня. И здесь уже может быть вот такой резкий подъем наверх с пробитием предыдущей вершины. Это будет уже сигналом тому, что рынок, закончив коррекционный откат вниз, может возобновить рост наверх с пробитием предыдущей вершины. Поэтому внимательно надо быть сейчас, крайне внимательно относиться к этим разметкам. Тем более, что рынок здесь на часовом графике уже генерирует сигналы для покупки. В принципе, здесь уже есть небольшой сигнал. Почему? Потому что рынок уже начал отрабатывать пробитие вот этих маленьких разметок. Сейчас я покажу вам на часовом графике на 5 минутке. Вот. Вот, посмотрите, был мощный подъем. И вот сначала коррекция была подобна такого характера. Рынок скорректировал движение вниз. Произошла коррекция непробития предыдущей вершины, попытка продолжить тенденцию вниз. Опять она неудачная, хотя пробитие было. Но явно идет фактор замедления тенденции вниз. Соответственно, очень высокий риск. Кстати, вот только что сейчас было пробитие предыдущей вершины. То есть рынок вышел из нисходящего канала коррекционного и пробил предыдущий впадин в вершину, извините, наверх. Краткосрочно, в принципе, небольшой сигнал есть наверх. Попробую что-либо сделать. Посмотрим. Тем более, что стоп здесь очень рядом. Прошу не повторять за мной мои действия. Почему? Потому что данное открытие позиции сопряжено с риском в том плане, что эта позиция открылась в ожидании выхода в ВВП по США. Вся эта картина может, естественно, поломаться. Но сигнал краткосрочно на 5-минутом графике есть. Это 5-минутный сигнал. Соответственно, как только цена подойдет к предыдущей вершине, половину позиции я закрою, а на оставшийся открытый контракт вывешу без убыток. Здесь. Немножко поздновато, но тем не менее, сигнал есть. Это у нас евро-доллар. То есть, очень высокая вероятность того, что рынок может вот эту вот часовую модель, вот эту вот разметку, очень хорошо таким образом отработать с целью достижения предыдущей вершины на уровне 1.10.10. Не знаю, будет ли пробита она или нет, но попытка такая, сигнал для этого есть, уже в принципе сформирован. Поэтому я открыл позицию в покупку с целью отработки этой модели. Тем более, стоп-плот здесь очень короткий. Это у нас евро-доллар. Британский фунт. Британский фунт закрыл неделю в самом низу. Поэтому очень высокая вероятность того, что сегодня эта неделя, может быть даже сегодня, может быть после небольшого пробития низов, может резко уйти наверх. Так было всегда практически. Посмотрите, когда цена пробивает предыдущие впадины и закрывает цену практически в самом низу, на следующей неделе идет этот отскок наверх или движение вниз. Здесь вот были пробиты предыдущие впадины, проколы, и цена закрылась в самом низу. Поэтому не исключая вероятность того, что рынок попытается скорректировать это движение наверх. Собственно говоря, модель здесь, в принципе, разметка на себя реализовала полностью. То есть пробитие зигзагообразной коррекции. Цена пробила предыдущую впадину, поэтому не исключая вероятность того, что рынок попытается с этих низов возобновить вот такой коррекционный подъем наверх. Но насколько будет этот коррекционный подъем очевиден, сказать сложно, потому что тенденция не сохраняется. И поэтому любой подъем наверх рынком будет восприниматься как коррекция перед падением вниз, дальше вниз. Единственное, что надо будет смотреть за характером этого подъема. И актуальным будет, естественно, предыдущая вершина. То есть любой подъем к этой вершине будет восприниматься мной как коррекционный откат перед дальнейшей попыткой снижения вниз. С другой стороны, этот сигнал отменится, если цена с текущих уровней возобновит свой рост и пробьет нисходящую линию канала, нисходящего канала. И при этом, если он пробьет предыдущую вершину, тогда ждем вот такого коррекционного отката. И возобновление роста. Кстати, такая же картинка, вот то, что я продемонстрировал. Это по евро-доллар, кстати, он и сформировался. Посмотрите, вот он. Рынок вышел из нисходящего канала и сформировал после пробития линии тенденции. Вот такое коррекционное движение вниз. То есть, но сигналом для входа в рынок в таких случаях является пробитие в этой разметке вот этих вот линий сопротивления и предыдущих вершин. Сигнал для этого, в принципе, уже есть. Небольшим объемом зашел в целью только попытки, скажем так, отработать этот сигнал. Британский фунт. Разобрали с британским фунтом. Часовой график. Консолидируется, но, опять же, повторяю, этот сигнал будет актуален только тогда, когда рынок пробьет, выйдет из нисходящего канала, пробьет верхнюю границу и пробьет предыдущую вершину. Пока что тенденция идет вниз и на часовом графике цель этого падения является нижней линии 1.4 и разметки волны вульфа. Идет ее отработка. Вот в этом случае отработка здесь была. Соответственно, вероятность этого движения вниз сохраняется, хотя сигнал здесь на часовом графике. Вчера поздно вечером, да, была отработка модели зигзагообразной коррекции АБЦ. Эта модель актуальна. При условии, если вы выставляете стоп-лосс за предыдущую вершину, за предыдущую вершину, эта модель актуальна. Разметка пока в рабочем состоянии, но. Будьте осторожны на дневном графике. Я уже говорил о по этому поводу. Это у нас часовой график британский фунт. Дальше смотрим. Российский рубль. Российский рубль сегодня открылся с хорошим гэпом вниз. Неделя актуальна в цели продолжения тенденции наверх в рамках пятой волны. И здесь очень интересный момент. Рынок, подойдя к своим вершинам, практически от него не отбивается. Что говорит о том, что рынок, наверное, попытается еще раз сформировать новую вершину, последний с предыдущей. И, соответственно, рынок, доллар поддержан против российского рубля. Дневной график. На дневном графике разметка здесь есть, она сохраняется и актуальна. Тем более, что рынок, посмотрите, пожалуйста, идет в восходящем канале, вот в этом канале. И идет, пытается этот процесс ускорить. Но в текущем моменте предыдущая вершина была выше предыдущей. То есть последняя вершина оказалась выше предыдущей. Здесь сейчас тот же самый сигнал формируется, как это было в свое время по канадцу. Соответственно, либо рынок может сделать вот такой резкий коррекционный откат с текущих уровней, либо он накапливает позиции для пробития предыдущей вершины, как это произошло по канадцу. Но вот такая, сейчас говорить о том, что сигналы вниз или наверх, я бы не стал. Но я считаю, что все-таки разметка больше подходит для покупок, чем для продаж. Посмотрите, давайте вот канадцу я вам продемонстрирую. То, что было по канадцу. Такая же картина была и по канадцу. Вот предыдущая вершина и рынок, приближившись к вершине, посмотрите, не сильно от него отскакивало. А потом произошел в какой-то момент пробой, цена резко, ракета ушла дальше по тенденции. Вот такую вероятность события, в принципе, можно ожидать и по доллар-рублю. Канадец. Канадец здесь, если мы посмотрим долгосрочную перспективу, подошел к двум очень важным уровням, пробитие которых, собственно говоря, может помочь канадцу продолжить свое падение против американского доллара. Но с другой стороны, цена идет в верхние границы канала, приближается к верхней границе канала и дойти до него не может. Это говорит о том, что настроение явно утрачено. На дневном графике это лучше всего видно. Посмотрите, вот восходящий канал и рынок достаточно сложно идет в верхней границе канала. Поэтому здесь все эти разметки себя реализовали. Очень высокая вероятность того, что рынок, заколенциализировавшись, не дойдя до своей цели, может совершить вот такой мощный коррекционный откат вниз. Пока что коррекция здесь говорит о том, что рынок сейчас стоит в плане выбора. Либо резко ускорить свой подъем, либо может наступить вот такой коррекционный откат, вот как на данной дальней разметке. Почему? Потому что цена законсолидировалась, не дойдя до верхней границы канала. Но в этой ситуации что-либо делать я бы сейчас не стал. Почему? Потому что нету разметок, благодаря которым можно было войти в рынок. Я склоняюсь к тому, что рынок все-таки сделает больше коррекционный откат вниз, от процентов 70-80. То есть это связано с тем, что рынок, пробив предыдущую вершину, пока что внятной коррекции не производил. Поэтому я считаю, что в самое ближайшее время должен наступить вот такой коррекционный откат. Это как минимум. Это дневной график. На часовом графике очень интересная картина. Явно утрачена скорость движения наверх. Рынок законсолидировался. И уже пытается несколько раз вот эту линию поддержки, посмотрите, ее скорректировать. И цена стоит на поддержке, от него не отбиваясь. Соответственно, я склоняюсь к тому, что в самый ближайший момент должен быть вот такой коррекционный провал вниз. Вход в рынок здесь при падении движения цены вниз пока что для меня не определен. Необходимо здесь следующий сценарий. Резкий провал с попыткой коррекционного отката наверх. Формирование вот этих вот опорных точек и только после этого открытие позиции вниз, после вот такой попытки коррекции наверх. Тем более, что данная разметка будет актуальна, если цена не пробьет предыдущую вершину. Потому что цена подошла к своей поддержке и говорит о том, что рынок попытается, наверное, скорректировать движение, то есть уйти вниз, не отбившись от нижней границы канала наверх. Это у нас канадец. Швейцарский франк. Швейцарский франк в недельном графике сформировал коррекционный разворот наверх. То есть не коррекционный, а попытку сформировать импульсное движение наверх. Но явно не хватает сил для возобновления роста. Соответственно, здесь рынок может еще раз попытаться подойти к негативам, нижней границе, то есть предыдущей впадине. И если это произойдет неудачная попытка, то тогда вход в рынок будет при проборе в данной опорной точке. Тем более, что для этого есть техническая картина. Цена не дошла до линии поддержки. Если с текущих уровней цена возобновит свой рост и при пробитии опорной точки, это сигнал для входа в рынок наверх. Но цена при этом подъеме наверх не смогла даже близко подойти к этой опорной точке и посмотреть и пытается опять возобновить свое падение. Тогда не исключая вероятность того, что рынок может еще раз оттестировать низы и насколько это будет удачным сказать сложным. Если он пробьет его, то тогда тенденция вниз сохранится. И даже может быть вот такой вот разворот тенденции в обратную сторону. Сейчас наблюдаем. На часовом графике тенденция вниз сохраняется. Есть разметка для продажи. То есть вот импульс вниз, коррекционный откат в виде трех волн. Была вот маленькая трехволновая структура. Рынок его благополучно реализовал. Сейчас ждем реализации пробития первая, вторая, третья, пробой этой опорной точки. Тогда сигнал вниз и причем с ускоряющимся падением вниз. Почему? Потому что рынок при этом движении наверх не достиг своей границы канала. Верхняя граница канала. С другой стороны, если цена все-таки возобновит свой рост. Из текущих уровней, не пробив предыдущую падину, пробьет предыдущую вершину, то тогда это сигнал разметка для входа в рынок наверх. Все-таки я склоняюсь к тому, что сегодня или на этой неделе все-таки в фаворе будет доллар неподдержан. То есть это сейчас будет на новостях видно. По всей видимости, доллар сегодня могут продать очень, причем очень сильно. Поэтому будьте внимательны, будьте осторожны. Так, это у нас швейцарский франк. Новозеландский доллар. Новозеландский доллар, недельный график, подошел к верхней границе канала, сигнализируя то, что по всей видимости, как раз в плане реализации моей идеи, о том, что доллар сегодня могут продать. Посмотрите, цена, не воспользовавшись отбоем от верхней границы канала и не возобновив падение вниз, опять вернулась к верхней границе канала. Это недельный график. На дневном графике еще интереснее картина. Цена практически вплотную и практически легла на верхнюю границу канала и от него не отходит. Это дневной график. Вот эта разметка, которая была здесь, она, что самое интересное, актуальна до сих пор. То есть 1, 2, 3 и эта разметка, она актуальна для дальнейшего роста наверх. Посмотрите, цена подошла к верхней границе канала, от него не отбивается уже второй раз, сигнализируя о том, что может быть еще какая-то будет попытка туда сходить вниз. Но я считаю, что все-таки при пробое предыдущей вершины 0,69 рынок сделает более глубокий коррекционный подъем. То есть к этому характер движения цены говорит верхняя граница канала подъема и верхняя граница канала снижения. Цена стоит как раз на этих уровнях, так называемый точка кластер. Как правило, подобного рода кластер очень хорошо пробивается движением, в данном случае наверх. Это у нас дневной график. Так что сейчас говорить... Так, одну секунду. Часовая разметка. Часовая разметка как раз поддержана ростом новозеландца против американского доллара. Вот, можно уже смело рисовать эту верхнюю границу канала. И посмотрите, цена, скорректировавшись вниз, не дошла до нижней границы канала, возобновила свой рост. И сейчас решается вопрос, если с текущих уровней цена все-таки пробьет предыдущую вершину, то тогда можно будет говорить о том, что рынок может резко уйти наверх. Почему? Потому что, еще раз повторяю, цена идет в ускоряющуюся... Будет здесь пробитие предыдущей вершины, это ускоряющаяся тенденция наверх. Посмотрите, вот на четырехчасовом графике это наиболее актуальная картина. Вот была попытка прийти к нижней границе канала, но цена возобновила свой рост. И сейчас стоит перед вершиной. Если произойдет пробитие, то тогда я считаю, что предыдущая вершина будет взята. Это новозеландец. Японская иена. Японская иена вернула своей поддержки недельной, совершив вот такой головоложительный подъем и сразу же падение на недельном графике. Опять же характеризует интерес к тому, что рынок по всей видимости, наверное, все-таки попробует пробить нижнюю границу канала. И тогда разметка для продажи готова и есть. Первая, вторая, третья, АБЦ. И пробитие ее будет означать уже вот такой глубокий коррекционный провал вниз против доллара. Это недельный график. Дневной график. Вот, пожалуйста, рынок не воспользовался подъемом наверх на прошлой неделе. То есть вот была попытка уйти, возобновить свой рост. Но оказалось неудачно. До верхней границы канала не дошли, даже не пробили предыдущую вершину. И практически вернулись опять нижние границы канала. Есть разметка для продажи. То есть если текущая цена выйдет из восходящего этого коридора и пробьет предыдущую впадину, в данном случае разметку, в принципе можно искать возможность для продаж и уже окончательная доливка при пробитии опорной точки. То есть буду сейчас мониторить, искать возможность для активной продажи доллара против японской иены. То есть уже готовлюсь. Значит, в своем графике интересная разметка есть. Есть вот такая вот, так называемый, я его называю забор. Как правило, этот забор некоторые называют диагональным треугольником. Ну, мне сложно сказать. Может быть, вот такой вот какой-то треугольник. Как правило, подобного рода структуры заканчиваются резким провалом вниз. Ну, посмотрим. Как раз вот все к этому вроде как идет. Далее. Золото. Да, кстати, что там с позицией? А, позиция уже в прибыль. Идет, да? Так, золото. Золото. Эту неделю открылась с коррекцией наверх. Наконец-то. То есть внятный коррекционный откат наверх. Сформировав здесь, может быть, даже будет сформирован сигнал для разворота тенденции вот такого роста наверх. Окончательным сигналом для входа в рынок наверх пробить, во-первых, выход из этого маленького канала наверх и пробить предыдущей вершины. Это даст возможность для более глубокой коррекции наверх. Но пока что еще цена не сильно идет наверх на недельном графике. Не сильно отбилась от нижней границы канала. Все-таки потенциал для движения вниз сохраняется. Наблюдаем внимательно. На дневном графике. Вот, пожалуйста, был флажок. Рынок попытался ускорить падение вниз, пробив флажок вниз. Но не пробило предыдущую впадину. То есть здесь, в принципе, ожидается тот самый, у меня ждал тот самый коррекционный откат в виде трех волн. И на дневном графике А, Б, Ц. И уже только после этого возобновление падения вниз. Сейчас рынок поддержан, пробивает предыдущие вершины. Особенно это видно на часовом графике. Вот, рынок не воспользовался данным ускорением вниз. Вернулся к верхней границе канала. Вышел из него. И посмотрите, пробил предыдущую вершину. Сигнализируясь, давая сигнал тому, что рынок готов уйти наверх. Но попробую небольшим объемом по золоту встать наверх. Хотя это против моих правил. Почему? Потому что я, в принципе, никогда не торгую против тенденций. Но раз сигнал есть, в принципе, попытаюсь с небольшим объемом с постановкой стопа ниже предыдущей впадины. Целью этого движения наверх это пробитие предыдущей вершины. Посмотрите, это часовой график. Соответственно, цели здесь тоже часовые. Поэтому будьте внимательны. Вот они, разметки. Вот уже разметка есть. Предыдущая вершина пробития. И цена вышла из нисходящего канала наверх, не воспользовавшись движением вниз. Но стоп стоит. Посмотрим, что из этого выйдет. И последнее. Австралийский доллар. Австралийский доллар возобновил свой рост эту неделю. Рынок поддержан. Особенно это актуально на дневном графике. Посмотрите. Вот он, этот канал. Цена окончательно практически вышла из этого нисходящего канала долгосрочного вниз. Цена не дошла до цели. Вышла из него. Достаточно хорошо и внятно скорректировалась с нижней границы канала. От него отбилась. И на дневном графике здесь, возможно, здесь будет генерируется сигнал для окончательного разворота наверх. Очень для этого хорошая разметка. Есть вот трехволновая структура ABC в рамках вот этого подъема наверх. Тем более, что цена, оказывается, здесь пробила предыдущую вершину. Неплохой сигнал, если цена с текущего уровня возобновит свой рост на дневном графике и пробьет эту предыдущую вершину. Неплохой сигнал для роста наверх. Так что вот почему я говорю, что доллар на этой неделе, возможно, сделает падение, достаточно существенное падение. Вот так. Ну, теперь отвечу на ваши вопросы. По поводу британцев, да. Так, Артем, сигналы говорят о том, что доллар сегодня могут продать, и причем достаточно серьезно. Поэтому в этом плане будьте осторожны. Может быть, даже надо искать возможность выйти из текущих продаж канадца и британца. Поэтому сейчас, тем более, выходит ВВП. Пожалуйста, постарайтесь поджать стопы, либо надо выходить из рынка, я считаю так. Хотя, если ВВП будет хороший, конечно, это может помочь американскому доллару. Но посмотрим. Тут уже это на уровне гадания. Так, дальше. Доброе утро, Марат. Извините за такой вопрос. Это счет реальный. Вы сказали, что на сигнале это счет демо. Я уже тысячу раз отвечал на этот вопрос, Вадим. Этот счет тестовый, это счет нереальный. Это счет тестовый. Но он зарегистрирован на реальных серверах. Стандарт 1. Это тестовый счет в условиях реальной торговли. Но деньги здесь, конечно, виртуальные. Но тем не менее, те, кто следит за моими публикациями последние полгода, прекрасно понимает, что у меня на этом счету происходит. Поэтому, пожалуйста, если вас интересуют эти вопросы, пожалуйста, смотрите архивы. Евро, но так, евро, новозеландский доллар. Единственный кросс-курс, который я комментирую, это австралийский, новозеландец. Кстати, давайте его посмотрим. Австралийский, новозеландец. Поэтому, пожалуйста, в этом плане. Так, ну что ж, новозеландец. Так, новозеландский доллар. Так, ну что ж. Да, вот. Так, неделя пока сохраняет свою тенденцию вниз. Мы видим, да. Но дневной график, давайте посмотрим дневной график. Сложно идет движение с хорошими коррекционными откатами. Тенденция, хотя и сохраняется, но очень тяжело идет цена вниз. Так. Разметки здесь отрабатывают себя трехволновые структуры. Но буду ждать прорыва наверх. Сложно сказать, когда это произойдет и как это произойдет. Сигналом для входа в рынок будет пробитие всех вот этих вот. То есть, в ближайшее время надо ждать вот такого прорыва наверх. Сбитие всех вот этих предыдущих вершин. Пробой. Ну, как вот по евро-доллару произошло. То есть, потом ждем коррекционный откат в виде зигзага. И уже возобновление наверх. В принципе, вот такую разметку на часах надо будет ждать. Вот такого рода. То есть, жду вот такого резкого провала. Вот. Приблизительно такого характера движения. После резкого, то есть, серьезного движения вниз, резкий провал. Как это произойдет, сразу будем искать возможность для покупок, для входа в рынок наверх. Вот, пожалуйста. Это часовой график. И, да, по поводу нефти. Хочу прокомментировать ситуацию по нефти. На недельном графике я уже рисовал эту тенденцию. Явно идет замедление. И цена, прилипнув к верхней границе канала, не может достаточно достойно, скажем так, оторваться от него с целью дальнейшего падения вниз. Хотя, в принципе, рынок пробивает предыдущие впадины и стоит пробойно. Но, явно, скорость, скажем так, падения, она замедлилась. Поэтому, я считаю, что в ближайшее время, сложно сказать, на дневном ли это графики будет, либо это на недельном. Но вот, жду вот такого вот разворота тенденции наверх. Сигналом для входа в рынок будет окончательное, что пробитие предыдущих вершин. То есть, вот, если вот цена с текущих уровней, жду такого резкого провала, то есть подъема наверх. Сигналом для окончательного роста наверх будет пробитие предыдущих вершин с текущих. То есть, вот, предыдущие вершины, это будет сигналом для разворота нефти наверх. Я считаю, что в ближайшее время должно произойти вот такое движение наверх. Но, собственно, все. Так, дальше. Да, сегодня будет мастер-класс. Мастер-класс, Руслан, подключайтесь. Но, собственно говоря, по поводу того, что мастер-класс, по всей видимости, пройдет под знаком того, что попытаемся теперь то, что я рассказывал в течение последних двух месяцев в качестве своей торговой стратегии, реализовать его в реальном трейде. То есть, сегодня будем торговать именно по тем сигналам, которые будут давать рынок и которые я использую в своих базовых принципах. Поэтому, может быть, сегодня кому интересно, ну, я думаю, новичка, будем реализовывать те сигналы, о которых я рассказывал последние два месяца. Если такие сигналы будут, то давайте попробуем, поработаем. То есть, сегодня и завтра день будет посвящен, приблизительно, скажем так, некой торговле. Хотя, конечно, пару слов я скажу, напомню о своей торговой стратегии для новичков, для тех, кто только подсоединился, для того, чтобы им было понятно, о чем будет идти речь. Естественно, первые 15-20 минут буду рассказывать. Опять напомню о своих базовых принципах, потом будем просто торговать. Как вы считаете, пара доллар-рубль после окончания пятой волны наверх до какого значения будет падать? Ну, Руслан, вопрос сложный, потому что там это все равно будет коррекционное падение доллара. Вопрос в том, что эта коррекция может быть очень глубокая. Ну, скажем так, опять 60. 60, как минимум, первая цель. Но взялась пробит на два пункта. Куда пробит? Так, австралиец-канадец, спасибо. Так, покажите вчерашнюю точку входа по евро. А, да, кстати, у меня открыта позиция по евро-доллару. Я его вчера открывал. Хочу немножко его прокомментировать. Достаточно удачный вход в рынок. Почему и с чем это связано? Ну, во-первых, честно говоря, это связано с тем, что все-таки я вот последние полгода все время говорил о том, что давайте так, открою нормальный график, и вам будет все понятно. Те, кто следит за моими вот этими обзорами, я все время утверждал по поводу того, что когда цена шла наверх, я считал, что это коррекционный откат перед дальнейшим снижением вниз. Но при этом я всегда уточнял, что вот это движение вниз, которое должно состояться, и оно состоялось, кстати, здесь будет решаться вопрос. Но в любом случае, либо цена не добьет предыдущей впадины, тогда будет здесь сформирован сигнал на разворот тенденция наверх, и причем я всегда говорил, что первая цель будет 22-25. Если кто помнит, то 22-25. Либо цена с текущих уровней возобновит свое падение вниз, и даже, может быть, проколит предыдущую впадину, но паритета достигнуто не будет, это мое личное убеждение, и в любом случае рынок все равно возобновит вот такое движение наверх. То есть, как бы здесь я говорил о том, что не имеет значения, пробьется на предыдущую впадину, не пробьет, здесь это будет сигналом для вот такого роста наверх. Наблюдая за текущей ситуацией по евро-доллару, особенно по дневному графику, в связи с тем, что в Австралии из Новозеландец, там формируют сигнал на хорошую коррекцию против американского доллара и хороший рост. Здесь вот посмотрите, дневной график, да, сигнал тому, что разметка, пробой опорной точки, это сигнал для продажи. Но рынок здесь на часах, посмотрите, пожалуйста, сформировал вот такие вот, вот эти самые мои разметки, которые, в принципе, себя неплохо реализовали. Посмотрите, рынок, утратив возможность для продолжения тенденции вниз, особенно вот после такого движения, пробития опорной точки, сигнал был очень хороший на продолжение тенденции вниз. Но рынок этим движением не воспользовался и пробил предыдущую вершину. Соответственно, здесь разметка уже стояла вот таким образом, то есть вот эта вот разметка. Но в связи с тем, что здесь, если разметка трехволновая структура себя прекрасно реализовала, то здесь эта разметка себя реализовала наполовину или даже, я бы сказал, плохо. Соответственно, здесь рассуждаем следующим образом. Раз не идем вниз, по идее, должны пойти наверх. И вчера я увидел, что неделя закрылась пробитием предыдущих вершин. Соответственно, я предположил, что цена должна сделать более глубокий коррекционный откат наверх. То есть, не воспользовавшись ускорением движения вниз, по всей видимости, рынок должен попытаться прийти к верхней границе канала. И поэтому я принял решение вчера, при попадании вниз, открыл позицию в покупку евро против американского доллара, причем достаточно большим объемом. Тем более, что стоп-лот здесь был достаточно близок для хорошего подъема наверх. Не воспользовавшись рынок пробитием предыдущих впадин, естественно, наверняка попытается, еще раз попытается продолжить тенденцию. Ну, мы едем, вот пошло движение наверх только что. Достаточно успешное движение. То есть, вчера открывался, вот только что в ваших глазах здесь открыл позицию, добавил. Теперь следующая стратегия. В этой открытой позиции, которую я только что перед вашими глазами открывал, часть позиций надо закрыть. Сейчас я покажу. То есть, вот он пробой. Часть позиции, половину контракта я закрываю. Половину контракта. На оставшуюся часть выставляю без убыток. И теперь осталось только дождаться именно выхода публикации по ВВП США. Так, 245, 246 надо на без убыток выставить. Вот таким он был. То есть, вот она реализовалась, реализовался сигнал наверх. Как раз вот перед этим ростом, рынок скорректировавшись несколько раз, вот этот канал, посмотрите, окончательно. Цена не достигла своей нижней части, несмотря на то, что была пробита предыдущая впадина. И произошло пробитие предыдущей вершины. Вот на этом пробой я встал наверх. И приблизительно то же самое произошло в пятницу, то есть вчера, когда я открыл здесь позицию наверх. Ну вот, собственно, все. Комментарии. Так, Марат, индекс доллара вы не смотрите. Нет, Михаил, индекс доллара я не смотрю, потому что достаточно того, что рынок подает сигналы на основных валютных парах. Так, дальше смотрим. Доллар, франк. Я уже объяснил доллар, франк. Мастер-класс 3 часа дня сегодня. Подключайтесь, Владимир Паваляев. Нет, записи мастер-класса не будет. Вы можете прокомментировать свою открытую позицию на покупку ее причин. Да, я уже открыл, прокомментировал, Дмитрий. Салават, если вы здесь, у вас спрашивают, запись будет. А, ну это уже к Салавату, да. Записи не будет с моей стороны. Ну и, собственно, все. Спасибо всем, кто сегодня был со мной. Присоединяйтесь к сегодняшнему семинару в 3 часа дня. По форме он будет напоминать несколько такую, знаете, ситуацию больше общения. То есть первые 10-15 минут еще раз я расскажу про свои базовые принципы. Напомню нашим, уважаемым слушателям, по каким принципам я принимаю решение в ходе в рынок, это раз. Ну а вторую часть будет идти в таком плане, что будем наблюдать за рынком, искать точки входа. Если такие точки входа будут обнаружены, естественно, в режиме онлайн будем торговать. Ну лично я буду открывать позиции. Но хочу предупредить, что это не очень хорошая идея сегодня. Почему? Потому что у меня семинар сегодня состоится с 3 до 4 часов дня. А в 16.30 будет опубликован ВВП по США. Но у меня по принципам, перед новостями, важными новостями я позиции стараюсь не открывать. Ну посмотрим, что из этого выйдет. Может быть, это будет доказательством того, что если у меня там будут убытки, ставлю свою репутацию, как говорится, под удар этим самым. Будет еще раз доказательство того, что перед новостями торговать нельзя. Посмотрим, маленькими объемами попробуем поработать. Всего хорошего, до встречи. Встречаемся сегодня в 3 часа дня на мастер-классе. Завтра в 12 часов на обзорах. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...